Всем привет. Меня зовут Маша. Вообще спасибо, что у вас сегодня так много. Вы дождались окончания практически нашей сессии. К сожалению, коллеги уже очень много всего рассказали. Возможно, то, что я буду рассказывать, будет повторением того, что вы уже сегодня слышали. Наверное, мой подход немножко будет отличаться, потому что мы больше вовлечены в продуктовые истории, и мы делаем исследования для продуктов. Мы не делаем вещи, которые для науки. Я руковожу направлением польски вследствие альфа-лаборатории, которая трансформировалась просто в банк. Пока не совсем понятно, как мы будем правильно называться. Выглядит это так. Почему я хочу вам рассказать про сегодняшний кейс. Возможно, вы знаете, возможно, кто-то пользуется альфа-банком. Сейчас наше приложение выглядит таким образом. У нас есть два самых главных раздела, которые для нас самые главные. Они подтверждаются различными показателями. Это раздел счетов и раздел карт. Это несколько экранов. Это основной экран счетов, это основной экран карт. И подробная информация о вашей карте. Почему вообще я рассказываю про этот кейс? Банковское приложение — это очень сложная история. Это стрессовая история, как сегодня уже несколько раз рассказывали. Люди часто взаимодействуют с ним для выполнения достаточно простых, на наш взгляд, заданий. Но при этом для них это очень важно, очень быстро, очень сложно. Иногда, например, достаточно бывает ситуация, когда вы стоите на кассе, вам не хватает денег, вам надо срочно что-то сделать. Вы залезаете в телефон, интернет не работает, ничего не работает, все плохо. Сзади вас стоит очередь, у вас огромный стресс при этом. Почему все-таки счета и карты для нас очень важны? У нас есть достаточно сильная специфика, отличная от большинства приложений на рынке, которая заключается в следующем. В банке есть счета и есть карты. При этом это разные сущности, это разные понятия, и они не взаимосвязаны. У вас может быть 10 счетов и одна карта. Да, и количество знаков отличается. Отличается количество знаков, неважно. При этом есть история того, что вы можете в любой момент перепривязывать карту к нужному вам счету. Например, у вас есть счет в рублях и долларах, вы едете куда-то за границу, привязали карту к долларовому счету, с нее транзачитесь, приехали в Россию, перепривязали, опять работаясь с рублевым счетом. Этого нигде, ну не нигде, есть в некоторых банках, но это достаточно редкий кейс, поэтому мы на него обращаем очень много внимания и пытаемся донести его до наших пользователей. Второй момент, который мы видим из статистики, это информационные страницы. Ощутить всю прелесть и действительно ли человек справляется с заданием на этой странице невозможно. Благодаря, не знаю, любой онлайн-статистике, Google Analytics, Omnichir, неважно, что вы поставите, вы никогда не узнаете, достигли пользователя своей цели. Вот он провел 10 секунд, он провел полчаса на вашей странице, он получил нужную ему информацию или нет, мы не знаем. Статистика, к сожалению, не дает ответ на этот вопрос, но при этом посещаемость этих страниц, она огромна. То есть большая часть трафика приходит именно на эти страницы. Также на этих страницах достаточно много сценариев выполняется и начинается. То есть это мы также видим из аналитики. То есть мы видим, что человек заходит, проводит какое-то время на этой странице, идет дальше, начинает делать какие-то дополнительные сценарии. Не знаю, там совершает платежи, перепривязывает те же самые карты, закрывает, открывает, считает и так далее. Задача, которая перед нами стоит. Мы достаточно много делали исследований, неважно каких, опросов и удаленных, и модерируемых, и АБ-тестов и так далее. И в какой-то момент пришли к выводу, посмотрев в том числе и на конкурентов, о том, что ни у кого нет этой истории, людям достаточно тяжело понимать, чем отличается счет от карты. Для них по факту чаще всего это одно и то же, они не хотят знать в этом разницу. И мы пришли к решению, что раздел надо переработать, каким-то образом это объединить. И мы сделали практически финальный вариант дизайна, который мы сейчас как раз хотим сравнить с текущим. И задача, которую мы сейчас решаем, выглядит следующим образом. Насколько нашим новым клиентам и новым пользователям мобильного приложения станет лучше и удобнее использовать новый вариант дизайна, а текущим пользователям не станет достоверно хуже. Потому что они уже к этому привыкли, они умеют выполнять эти сценарии, у них уже достаточно привычные для них паттерны поведения в нем, и ломать их достаточно грубо будет тяжело и больно. Поэтому в данном случае для нас основной нашей метрикой, которую все мы как команда большая, которая меняет приложение, будем использовать, это будет retention. То есть насколько пользователи будут готовы вернуться использовать это же приложение, и не захотят ли они от него отказаться. Это вот очередная таблица вариантов использования исследований. Вот вчера была статья Ксюши на медиуме, если кто-то видел, с гифками. В принципе, никакого рок-инсайдса здесь нет. Почему? И когда мы выбираем какие-то виды исследований, модерируемые, чаще всего это вообще как бы самые простые прототипы, которые мы тестируем. Вот, например, модерируемый и немодерируемый тест чаще всего позволяют нам понять, как такую метрику, как мы повлияем на TAS Success. То есть какое количество ошибок будет, какая будет конверсия в последний шаг, с чем пользователь столкнется. В принципе, понять, насколько наш TAS Success повлияет на итоговое решение, остаться в приложении или нет, мы не можем. Плюс, ну как вот, мы пишем сценарий для теста, не знаю, как вы пишете, если мы используем модерируемый тест, это новый продукт, новый прототип, сценарий мы пишем, исходя из нашего StoryMap, который мы нарисовали для себя. Это не пользовательский сценарий, мы вообще не знаем, как он себя будет вести. Если это удаленный тест, и, например, это уже работающий продукт, мы можем взять сценарий из аналитики, который мы видим. Все-таки почему тут возникли нейро? Почему мы решили попробовать именно в этом кейсе нейроисследование? Мы уже проводили несколько исследований тоже с Андреем, и частично было исследование темных и светлых интерфейсов с Ксенией. И решили, что именно такой вариант исследования поможет нам спрогнозировать, как поведут наши пользователи при изменении дизайна. Да. Такой, да, тоже странный сценарий. Классические методы, которые все используют, они позволяют нам оценить сложность выполнения задач, не сложность, а проблемы, с которыми сталкиваются, субъективная удовлетворенность и так далее. То есть в них содержится очень много субъективных вещей, которые пользователь может вам приврать, потому что он пришел к вам в гости и не хочет вас обижать. Если он удаленно проходит тест за деньги, ну, в принципе, это то же самое, он за деньги его проходит. Он как бы задание выполнил, но вернется он или нет, мы все равно не понимаем. Ну, как бы хорошо ему было, плохо ему было, интересно, неинтересно. Он справился со своей задачей, но мог получить такую долю негатива, которую мы никак не отслеживаем. Что такое retention? Надеюсь, большая часть из вас знает. Retention — это основной коэффициент удержания пользователей. Он позволяет оценить поведение вместе с какими-то другими показателями, которые могут быть такими, как lifetime value или стоимость привлечения. Для нас это один из основных показателей, на который мы ориентируемся. На него, по факту, влияют любые изменения, которые вы вносите. То есть любое незначительное изменение иконки, не знаю, всего что угодно, в совокупности может привлечь как повышение retention, так и его глобальное падение. Несмотря на то, что многие продуктовые решения не тестируются, и мы не считаем нужным их часто тестировать, какие-то простые вещи, но на retention они могут повлиять негативно. И мы не всегда об этом задумываемся. Уже много раз про это рассказали. Расскажу про наш факап, который у нас существует, к сожалению. Про изучение метода, когда вы выбираете для себя агентство, потому что вряд ли вы будете делать это самостоятельно. Это достаточно сложно. Погрузитесь в метод, изучите его и выберите правильного подрядчика. Почему тихое и закрытое помещение? Наверное, у большинства нет такой проблемы, но, к сожалению, при проектировании нашей лаборатории мы не подумали о том, что рядом стоит кофе-поинт. В нем собирается куча народу, варится кофе, производится огромное количество звуков, и использовать данные теста, которые будут записаны вместе со всеми этими звуками, невозможно. То есть в них будет слишком много вещей, которые отвлекают пользователя от выполнения задания. То есть вы добавляете ему стресс и так далее. То есть наша лаборатория — это идеальный вариант тестирования в стрессе. И есть вторая, такая достаточно сильная особенность нашего продукта. Мы банк, мы финансовые приложения, поэтому мы очень долго всегда спорим и думаем над тем, тестируем на реальных данных пользователей или берем тестовые. То есть, смотрите, не все люди готовы показать вам свой счет и признаться в том, сколько у них денег, что я вот такой плохой, я не умею копить. Ну, как бы ему тяжело это, это добавит ему дополнительно стресс и так далее. Поэтому, если у вас какое-то приложение связано с персональными данными либо с каким-то финансовым сервисом, подумайте, как его лучше тестировать. Какие метрики мы берем в рамках данного исследования? На самом деле их всего три. Они достаточно простые. Это когнитивная нагрузка, эмоции и вовлечение. А как уже несколько раз ребята рассказывали, просто сама по себе метрика не дает нам ничего. Ну, хорошо, когнитивная нагрузка у нас высокая. Это хорошо или плохо на этой странице. Может быть, у нас там 800 элементов, и, в общем-то, это нормально. Именно для этой страницы. Поэтому мы всегда смотрим на совокупность этих метрик и ищем те сценарии или страницы, которые вызывают наибольшее количество разнообразных эмоций. И, соответственно, мы на них смотрим и понимаем, например, что если у человека будет высокая когнитивная нагрузка, низкая вовлеченность, и при этом еще и негативные эмоции, то человек явно в большей доле вероятности от нас откажется и пойдет выполнять этот же сценарий в любой другой банк, чем останется с нами. Дизайн исследования совсем похож на ваше обычное исследование, если вы делаете модерированное тестирование. Вы, соответственно, приглашаете респондентов, которые репрезентируют конкретно ваших пользователей. Не надо брать всех пользователей с рынка. Возьмите собственных аналогичных, разбейте их на те же группы, как существуют в продукте, и позовите. Но, смотрите, зовите не сами, зовите лучше через агентство, потому что люди должны быть не в стрессе, люди должны быть в травму головы и так далее. Если мы будем это делать сами, а мы чаще всего зовем респондентов сами, мы занимаемся в том числе и собственным рекрутом, это занимает огромное количество времени, и если мы будем еще и для этих исследований приглашать так респондентов, это затянется, наверное, на полгода, потому что мы позовем одного, он узнает, что там шапочка, гель, еще что-то, я лучше не приду к вам. Не надо меня заманивать. Оборудование достаточно простое. Сейчас мы используем только, в принципе, ЭЭГ, которые нам дают в аренду, привозят. И так как мы используем все-таки собственную лабораторию, и, ну, в принципе, если у вас смартфоны, веб и так далее, вы просто подготавливаете то оборудование, которое мы будем тестировать. В конкретно данном кейсе один и тот же респондент будет выполнять одни и те же задания в двух вариантах интерфейса, для того, чтобы мы могли сравнить два показателя, текущий и измененный, и понять, мы сделали лучше или нет. Как выглядит наша лаборатория респондент? В принципе, все очень просто. Да, если есть, а сколько? Да, это есть, альфа-банк. Смотрите, а, к сожалению, этот тест у нас еще не завершен, поэтому реальных результатов я вам не покажу, но расскажу, что мы увидим вообще, в принципе, что мы хотим получить от исследования. Мы получим карту нашего приложения с маршрутами и метриками, которые возникли у респондента. Выглядит это будет примерно так же, как показывал Андрей, да, будет какой-то иерархичной или не иерархичной структуры в зависимости от приложения. Будет разные метрики, да, это как бы каждый слайд это отдельная метрика, то есть нет общего слайда со всеми метриками. Вам их надо просто поставить рядом и понять, что происходит. Андрей уже говорил, да, что толстые линии — это количество переходов между одной и второй страницей, красные — это очень иногда плохо, иногда нет. Зеленый — это нейтрально, скорее всего, синий — это отрицательно. Как мы обычно работаем с исследованием? Независимо от того, нейро это или не нейро, в принципе, по отходу у нас одинаковые. Мы готовим материалы, если мы приглашаем агентство, то чаще всего мы делаем это совместно. Дальше мы приглашаем наших продуктологов и дизайнеров, которые разрабатывают конкретную фичу или приложение, рассказываем про результаты, и в идеальном сценарии мы проводим некую креативную сессию, которая позволяет нам придумать решение, которое закроет те проблемы, которые были обнаружены. В том же идеальном сценарии ответственные продуктологи и дизайнеры перерисовывают быстро все, что надо, и загружаются в ближайший спринт. Это не всегда так. Команды всегда загружены, у них есть куча других задач. Если мы нашли действительно важную проблему, мы договариваемся и добавляем ближайшие спринты. Если проблема сложная, дорогая, долгая и так далее, она бьется на какие-то части и потихоньку разрабатывается. Также мы практикуем общие собрания, на которых мы рассказываем кучу-кучу информации. Всем желающим. Для каких задач мы вообще считаем правильно использовать данный метод? Это лично мое мнение, это не мнение большинства, возможно, кто-то с ним согласится, кто-то нет. В конкретно наших случаях, именно с приложениями, мы хотим определять, мы определяем факторы, которые влияют на впечатление новых пользователей, которые могут их оттолкнуть от продолжения использования приложения, потому что новый пользователь — это тот, который будет с вами дальше жить. И, к сожалению, ни один из методов обычных исследований не позволяет нам понять, что же на самом деле мы не так делаем. Для новых пользователей почему они с нами не остаются? Нира хоть как-то пытается ответить на этот вопрос. Хоть какие-то данные мы из этого получаем, мы можем дальше с ними работать, формировать следующие гипотезы, менять дизайн и так далее. Также мы можем, как я уже рассказала, использовать этот метод для того, чтобы понять, действительно ли хорошо или плохо мы делаем текущим пользователям до релиза. До того, как наши показатели, не знаю, упадут в никуда, и которые мы никогда больше не поднимем, или потратим на это слишком много сил и времени, и стоимость исследования, время на него потрачено, будет быстрее окупиться, чем запуск в бой. Также, в принципе, можно это использовать для сравнения различных вариантов интерфейса выбора лучшего. И, например, вы можете это использовать в случае, если вы хотите понять, что влияет на какие-то показатели. Например, элементы интерфейса или элементы в смысле UI. То есть какой красивый у вас дизайн или нет. И именно работа с приложением, то есть UX. То есть не всегда классный дизайн означает, что у вас будет хороший ретеншн, и у вас будут хорошие показатели. Очень часто не все понимают разницу. И, например, если вам требуется доказать кому-то, что это действительно может работать по отдельности и по-разному влиять на ваш продукт, можете попробовать это сделать. На этом все. Интересный клад. А можете сказать, я тоже продуктовая компания с одной работой, и, соответственно, мне интересно, вот сколько у вас по деньгам выходит проведение такого исследования, сколько рекрутинг стоит таких людей, и сколько там нужно человеку. И также, ну и по времени, сколько времени занимает такое исследование, потому что нам тоже надо это делать. Ну то есть вообще при каких финансовых, скажем так, возврат инвестиций, при каком-то уровне, их стоит делать эффективно экономически. Либо вот, ну, например, если это экономически неэффективно, при там меньше, там, 500, миллиона. Хороший вопрос. Миллиарда. Ну смотрите, сколько стоит исследование, Андрей рассказал, да, от 350 тысяч. У вас, да, реально, как? Мне просто неинтересно, что там, говорят, агентам, да. Давайте так. Смотрите, рекрутинг, то есть у нас как бы получается исследование под ключ за исключением результатов. Результаты, так как у нас есть своя команда, которая лучше разбирается явно в продукте, и мы не хотим получить результаты в виде, вот здесь красная иконка, поменяйте ее на зеленую, будет вам счастье, да, как бы такие результаты нам неинтересны. Поэтому мы работаем вместе с ребятами и пытаемся посмотреть по-разному на получившиеся данные и делать на основе этого вывода, уже исходя из нашей практики, потому что мы знаем все-таки больше про продукты, понимаем, на какие метрики мы хотим влиять. С точки зрения рекрута, ну, мы сейчас это делаем тоже через Андрея. Это, ну, на самом деле, есть два варианта, подороже и подешевле. Всегда. Вы можете делать этот рекрут отдельно через то агентство, с которым вы работаете, которым вы доверяете. По срокам они вам, в принципе, подписываются в договоре эти сроки. Предыдущее исследование, которое мы делали по времени, оно заняло, наверное, около месяца. Вот от момента старта, именно старта исследования, не подписания документов, а именно старта исследования до завершения и получения результатов, да, где-то, наверное, около месяца получил. Да, но мы несколько итераций переработки результатов, выводов совершили. То есть у нас было, ну, по факту, две недели респонденты, максимум даже меньше. У нас получилось… Ну, у нас, вот смотрите, с момента старта вот пришел первый респондент, прошло он 8 рабочих дней, после этого, наверное, в течение недели мы получили первый вариант отчета. было так. Я ответила, нет? Еще бы я прощу. Про цифры, про какие? Про стоимость? Ну, смотри, я не могу сказать про точный рой, прям вот рассказать. На мой взгляд, когда надо делать, когда мы обновлены, ну, как бы когда мы меняем, вот прям вот был один вариант приложения, мы вообще все разрушили, делаем новый, да, при этом мы закоммитились на определенные цифры, продажи, ну, не знаю, там, ребята закоммитились, продуктологи закоммитились за то, что вот у нас вырастет ретеншн на 20% и так далее, да, как бы достаточно большие цифры для нас, да, вот в этом случае лучше потратиться на исследование, но не запустить какашку. Плюс, если это приложение повлияет, не знаю, ну, на какие-то риски с точки зрения реноме, да, компании. Вот, то есть, я не знаю, если Google, ну, Google, может быть, конечно, запустить какую-то фигню, сказать, что это был пилот, мы тут потестировали, да, к этому отнесутся нормально, но, наверное, какая-то серьезная структура, у которой, там, госструктура вряд ли себе может позволить запустить, сказать, а, мы тут потестировали, у нас пока ничего не работает. Вот, тут, ну, мне кажется, здесь какое-то такое взвешенное решение, готовы ли мы потратить, там, не знаю, 400 тысяч рублей, ну, в среднем, да, на… и месяц времени, но сделать классно или понять, что нам надо изменить, при этом в дальнейшем получить чуть больше, то есть, какие-то такие долгосрочные больше инвестиции. Вторую итерацию делаете? Вторую итерацию вообще надо делать. Смотри, ну, у нас было только одно исследование, сейчас будет второе, по факту, да, вторая итерация. Но, к сожалению, не всегда можно использовать данные из предыдущего, ну, потому что цели были разные, то есть, вот, цель предыдущего отличалась от текущего, поэтому нельзя сказать, что мы делаем повторный замер. Окей, просили задать вопрос про объем выборки. Объем выборки, ну, конкретно в этом случае 30 человек, 30 респондентов. 15 респондентов новых клиентов, 15 респондентов текущих. Спасибо. И мой вопрос, я правильно понимаю, что все идет к тому, что лет через 5 мы там в приложении, не знаю, или где мы там будем через 5 лет, в чате, уж бог, там определенную музыку покажут, потом определенную, там, фонд, а потом скажут, а, Руслан, а возьми кредит, и я не смогу отказать просто. Ну, смотри, Руслан, на самом деле есть разные варианты, да, есть вариант того, что банки перестанут существовать в том виде, в котором они есть. Они действительно перестанут. Скорее всего, будет точно по-другому, но как именно, пока не могу сказать. Потому что 5 лет достаточно большой перерыв, ну, отрезок времени, да, с текущим развитием технологий и то, как ускоряется разработка и какие методы мы начинаем применять, ну, честно, очень сложно рассказать, что будет. Понятно, спасибо. Как-то вызывает ответ настороженность. Спасибо. Ну, вообще жизнь в России, знаешь, вызывает настороженность. Спасибо за доклад. Интересный еще такой вопрос. Как вы все-таки связались с ретеншином результаты нейроисследований? То есть как вы смогли предсказать? Вы просто упомянули об этом. Хотелось бы чуть поподробнее. Ну, мы, смотри, мы не… Ну, как бы нельзя сказать, что мы прям пытаемся предсказать. Мы пытаемся понять, насколько… Смотри, есть статистика, которая у нас уже, ну, как бы каким-то образом собрана, да, за длительный период времени. Мы понимаем, что есть базовые банковские сценарии в продукте, да, без которых продукт не может существовать. Да, то есть там, типа, посмотреть информацию по счету, понять баланс, реквизиты, не знаю, посмотреть статус карты, заблокировать карту в экстренном случае и так далее, да. То есть это какие-то базовые вещи, которые must have, но при этом они должны выполняться просто быстро и легко, и не занимать у пользователя большого количества времени. Помимо этих сценариев, есть сценарии, которые выполняются такими, в принципе, одинаково во всех остальных банках. И мы считаем, что если мы будем давать эти сценарии очень, ну, как бы, круто, ну, то есть если они будут выполняться очень круто по сравнению со всеми остальными, это будет наше конкурентное преимущество, ну, на небольшой промежуток времени, пока все остальные не догнали. Да, как бы у нас вот так происходит. Соответственно, если мы делаем простые, удобные и легкие, легкие реализуемые сценарии, то мы считаем, что это повышает ретеншн. То есть это, как бы, наша уверенность в этом. Мы пока это не доказали, но попробуем доказать на реальных цифрах после исследования. Спасибо. А в чем тогда основная разница между нейроисследованием и обычным X-тестированием? Обычное X-тестирование даст просто понимание, насколько хорошо XS выполняется. Ну, то есть, как бы, пользователь дойдет до конца предложенного ему сценария или отвалится? И с какими проблемами он столкнулся, если дошел? Спасибо. Есть еще вопросы? Вопросов больше нет. Спасибо большое, Мария. Спасибо.